Возвращаясь к визиту Олафа Шольца в Киев, параллельно проходил визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бербук в Китай. И цель ее поездки была начало мирного процесса по Украине. Заявила она следующее. Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, а также четко совместно с мировым сообществом включаться в процесс установления мира. Именно поэтому я здесь, в Китае. Интересны эти дипломатические кульбиты, когда федеральный канцлер Германии в Киеве, а министр иностранных дел Германии в Китае. Да, на это обратили многие внимание. Это тоже проистекает из того, что Германия из всех западных государств фактически более всего склонна к поддержке вот этого плана, который выработан Китаем и Бразилией. Если говорить вкратце, позиция Запада на протяжении войны была в том, и она была озвучена первыми лицами западных государств, что победа Украины должна быть достигнута на поле боя. Обязательно на поле боя. И это заявляли многие. Антони Блинкин говорил, в первые месяцы или в первые годы с начала сорокомасштабной войны необходимо нанести стратегическое поражение России. Конечно. И что это должно быть достигнуто на поле боя. Это была западная концепция практически. Концепция Запада, которую Украина тоже поддерживалась. Концепция Китая и Бразилии состоит в том, что вопрос войны России и Украины должен быть решен дипломатическим путем. То есть вот две концепции, военная и дипломатическая. Германия на сегодняшний день склоняется больше к концепции дипломатической. И это пока еще она не артикулировала в полной мере, но она всячески демонстрирует данную склонность к тому, что если уж война зашла в тупик, то необходимо, чтобы уже говорили не столько пушки, не столько военные, сколько говорили бы дипломаты. Костя Петрович, скажите, пожалуйста, а в какой момент Запад понял и осознал, что реализовать вот эту концепцию нанесения поражения России на поле боя не получится? А кто сказал, что Запад понял? Запад до сих пор еще в большинстве своем не понял. Поняла сейчас Германия, Италия к этому склоняется сейчас. А такие государства, как Польша, как Франция, как Великобритания, дальше продолжают настаивать на том, что необходимо дальше воевать? Дональда Трампа. Дональда Трампа. Дональда Трампа. Дональда Трампа. По поводу разрешения всех тех ключевых вопросов, которые связаны с Российско-Украинской войной. На сегодняшний день нет никакого плана по Украине. Ни одного плана нет реалистичного. Есть множество планов, которые озвучивают в частном порядке те или иные лица. Кит Келлок в апреле этого года озвучил свою позицию, свое мнение. Но в то время он не был еще назначен специальным представителем по вопросам Украины в окружении Трампа. Он был частным лицом. Будет ли этот план использован? Очевидно, что к нему прислушаются. Какие-то пункты из этого плана, наверное, наверняка будут быть использованы. Будет ли этот план полностью на 100% положен в основу плана Трампа по Украине? Очевидно, что нет. И очевидно, что Келлок, будучи спецпредставителем, он будет как чиновник уже, как должностное лицо, как официальное лицо. Он будет выполнять тот план и те директивы, которые будут для него написаны именно командой Трампа, которые будут согласованы с госсекретарем, с советником по вопросам национальной безопасности, с шефом Пентагона, с шефом ЦРУ и с целым рядом других лиц, которые тоже будут ответственны за ситуацию в Украине, за разрешение российско-украинского конфликта. Поэтому, конечно же, принимаем во внимание, делаем закладочки, подчеркиваем там определенные пункты, но ждем реального плана. Этот реальный план появится не раньше, чем в феврале в марке. Пока что мы обсуждаем просто определенный набор тезисов некоего частного лица, некий план, который был сгенерирован в окружении Келлога, который, очевидно, что будет руководствоваться не этим планом, и не своими взглядами, своими убеждениями, а государственными интересами и национальными интересами США. У одного руководителя были апрельские тезисы, вот теперь мы с вами обсуждаем ноябрьские или декабрьские тезисы. Но они, по большому счету, тоже апрельские, потому что... Но тот руководитель их написал более, скажем, грамотно, они были более реалистичными и более глобальными, одновременно. Костя Петрович, я хорошо помню, как Кит Келлог на своей страничке в социальных сетях написал о том, что моя задача как представителя обеспечить мир через силу в интересах Соединенных Штатов Америки. Это может быть какая-то вот там, в том числе и идеология. Понятное дело, что это красивые слова, красивая риторика, но это тоже, говорю, это какой-то философии. Нормальная трампистская схема. Он член команды Трампа, по крайней мере, его номинировали в эту команду. Он понимает, что задача Трампа сделать Америку снова великой. Это просекает из лозунга. Сделать великой можно через силу. Понятное дело, что он не будет говорить о том, что мы готовы капитулировать. Мы продемонстрируем силу, мы установим мир. Два тезиса, фактически, мир через силу, но это, в принципе, ложится в канву идеологии Трампа. Так что ничего нового, просто красивые слова. А как это будет на самом деле, это уже покажут переговоры между Россией и Соединенными Штатами. Это покажет, как будет развиваться ситуация, какова будет принята концепция относительно России, относительно Украины, и относительно европейских союзников, и относительно многих других вещей в окружении Трампа. Эта концепция еще нет на сегодняшний день. По поводу заявления Джейка Салливана, советника Байдена по вопросам национальной безопасности, ввиду того, что тема ядерной эскалации, она остается достаточно популярной в контексте тех или иных обсуждений. Салливан говорит, что США не вернут Украине ядерное оружие, от которого она отказалась после распада СССР. Такая возможность даже не рассматривается. Мы направляем в Украину различные обычные силы и средства, чтобы они могли эффективно защищаться и дать бой россиянам, а не предоставляем им ядерный потенциал. Скажите, пожалуйста, а разве отдано ядерное оружие? Оно у Соединенных Штатов Америки? Нет, конечно нет. Просто на каком-то этапе начали говорить о том, что раз Соединенные Штаты выступили одним из основных факторов давления на Украину, чтобы у Украины забрали ядерное оружие, то теперь Соединенные Штаты должны расхлебывать свою ошибку за тот же Будапештский меморандум и должны поставить Украине свое, разместить в Украине свое ядерное оружие. То есть эта формула уже звучала неоднократно из многих, в первую очередь, украинских политиков. Вот Джейк Салливан таким образом просто сигнализирует, что никакой компенсации Украине в виде того, что мы разместим свое ядерное оружие вместо советского, не будет. Издание «Коммерсант» пишет о том, что Кремль готовит власти российских регионов к завершению войны в Украине. Издание приводит подробности недавнего семинара, который администрация Путина, при участии первого зама, руководителя администрации президента Сергея Кириенко, провела в конце ноября для вице-губернаторов. Среди прочих тем, там затронули подготовку к завершению войны в Украине. Администрация президента России исходит из того, что конец СВО будет, и к нему надо быть готовы. Вице-губернаторам объяснили, что будущие результаты СВО должны расцениваться в обществе как победа. В Кремле рекомендуют региональным властям ориентироваться в этом вопросе не на рассерженных патриотов и не на либералов, у которых в своей трактовке того, чем должна закончиться война, а на спокойное большинство, которое будет довольна достижением обозначенных Путиным целей деноцификации и демилитаризации Украины, а также сохранение за Россией захваченных территорий. Это большинство необходимо сохранять и расширять. Что вы об этом думаете? — Несколько моментов. Первый момент — это то, что подобного рода семинары уже не новизна. Дело в том, что Путин еще накануне президентских выборов, то есть еще зимой 2024 года, он несколько раз заявлял о том, что необходимо сейчас продумать определенные социальные лифты, которые позволяли бы людям, которые прошли через так называемое СВО, занимать важные управленческие должности в системе государственного управления. И он уже демонстрирует целый ряд назначений, когда те или иные люди, которые воевали против Украины, занимают важные должности. Сейчас это низовое и среднее звено. А также было назначение совсем недавно, где-то месяц-полтора назад, было назначение господина Жоги на пост представителя президента в Уральском федеральном округе. То есть это было демонстративно сделано. Так что подобные семинары, на которых обсуждаются разные вопросы, вопросы послевоенной жизни и вопросы новой системы власти, новой структуры власти в России, это уже не новость. Кстати, как раз именно Кириенко и его команда были авторами этой концепции, которая понравилась Путину и которая претворяется в жизнь в России. Что касается как раз вопросов, связанных с миром. Я уже неоднократно говорил на протяжении войны, что поскольку у самого начала не была сформирована окончательная задача, конечная картина победы для России, для той же России, то, соответственно, на любом этапе Россия может остановить боевые действия и заявить о том, что мы победили. Вот то, что мы захватили вот эту территорию, то, что мы присоединили эту территорию, это большая победа. У нас Азовское море стало, ну это с точки зрения России, Азовское море стало внутренним морем, у нас есть сухопутный коридор на Крым, Крым более четко привязан к России сейчас, потом, соответственно, присоединились новые территории, новые земли. Новые регионы, да. Новые регионы, да. Потом, соответственно, мы решили вопрос воды в Крым, вот, и прочее. Так нанесли поражение Украине, то есть это можно всегда подать как победу. Вот. Точно так же для Украины не было концепции, четкой концепции того, что же является победой. Слова Зеленского о том, что граница 91-го года, выход на границу 91-го года, в них мало кто верит, но идеологически, пропагандически можно всегда выйти на формулу, что мы сохранили государственность, Путину не удалось захватить Киев, не удалось захватить всю Украину, не удалось захватить Одессу, у нас есть выход к Черному морю, мы сохранили, мы доказали, все остальное мы решим дипломатическим путем. Всегда можно сказать это, чтобы через 20, через 30 лет, через 50 эти территории вернутся к нам, мы уверены, Россия развалится, а Путин умрет и так далее. То есть, ну, весь набор пропагандистских лозунгов. Поэтому обе стороны могут объявить о своей победе на каком-то этапе. Тем временем, соратник Путина и владелец телеканала «Царьград» Константин Малафеев заявляет, что Россия может отклонить любое предложение прекращения огня, которое получит от Дональда Трампа. Бизнесмен заявил Блумбергу, что Москва может отказаться от плана спецпосланника Трампа Кита Келлога по урегулированию конфликта и захочет дополнительных уступок, в частности, нейтрального статуса для Киева. При этом шансы на заключение соглашения с Трампом Малафеев оценил как 50-50, 50 на 50. Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом говорим ему, чтобы он шел к чертям, потому что нам ничего не нравится. Вот и все переговоры. Насколько такое развитие событий возможно? Я думаю, что это очень большой комплимент Малафееву назвать его соратником Путина. Да, у него очень сложное отношение с администрацией и с самим Путиным. То, что его не трогают и не прессуют, что называется, это еще не значит, что он является соратником. Что касается заявления Малафеева, это точно так же личное мнение Малафеева, которое мало с кем согласовывалось. Это абсолютно его позиция. Нельзя сказать, что эта позиция является официальной или же эта позиция отражает истину, или же истинную позицию России. То есть это мнение частного лица? Абсолютно. Мнение частного лица, ни в коем случае это не мнение Путина, не мнение окружения Путина, не мнение МИД России или же других официальных лиц. Вот это частное лицо утверждает, что будущая администрация США, по его мнению, по мнению Малафеева, должна понимать, что перемирие – это не подарок, которого ждет Россия, если они начнут с нами разговаривать. И мы на все согласимся. По мнению Малафеева, перемирие сейчас нужно для Украины и для Америки, но для России оно принесет нулевую выгоду, потому что мы выигрываем, утверждает он. Малафеев является человеком, который представляет такой национал-патриотический лагерь в России. Лагерь тоже достаточно шумный, достаточно активный, но нельзя сказать, что слишком уж многочисленный и что слишком влиятельный. С Малафеевым солидаризируется несколько лиц, которые действительно были в свое время в окружении Путина, но которые рассматривают данную позицию, данную концепцию, данную платформу как платформу для своей будущей политической активизации и возможного своего возвращения в активную политику. Поэтому я думаю, что по большому счету именно так и стоит воспринимать заявление Малафеева как заявление одной из политических групп, которые претендуют на власть в России. Тем временем опять мы возвращаемся к Олафу Шольц, он обратился к Владимиру Путину, заявляет следующее. Мое послание из Киева. Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Европа продолжает деструктивную линию на продолжение войны. Это уже Шольцу ответил Песков. Ну вот, знаете, вот эта риторика еще раз подчеркивает то, что Германия, она находится в состоянии выборов. Да, именно так, что это не послание Путина, это фразы на цитирование для следующих, на следующий день, условно говоря, чтобы эти фразы прозвучали там и CNN, и BBC, и там и Berliner Zeitung, и Deutsche Zeitung, все, чтобы процитировали, вот, и чтобы каждый рядовой немец услышал эту фразу, вот, и понял, какой крутой у них канцлер. Но вот Путин мог и не увидеть это послание, по большому счету. — Костя Петрович, давайте также вместе с вами проанализируем ситуацию, которая складывается на фронтах российско-украинской войны, опираясь на публичную информацию, на ту информацию, возможно, которую вы обладаете. Может быть, у вас есть какие-то инсайды? — Нет, инсайдов у меня нету. Я точно так же пользуюсь исключительно теми же источниками в данной ситуации, что и вы, что большинство наших зрителей. Поэтому я, возможно, разочарую, но никаких инсайдов, ничего нового я сказать не смогу в этом отношении. — BBC. Зато BBC пишет, что ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Дональда Трампа, то есть до 20 января следующего года. Измеленным украинским войскам в России приказано держаться и ждать Трампа. По таким заголовкам вышел материал издания. BBC сообщает, что текстовые сообщения от сражающихся там солдат рисуют мрачную картину битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть. По словам издания, украинские солдаты говорят о тяжелых погодных условиях и хроническом недостатке сна, вызванных постоянными бомбардировками со стороны России, в том числе с использованием ужасающих планирующих бомб весом до 3000 килограмм. Украинские войска отступают, а российские войска постепенно отвоевывают территорию. Эта тенденция сохраняется. Хорошо, если мы будем исходить из того, что действительно есть такой приказ удерживать территории Курской области до 20 января, то есть до прихода официального Трампа в Белый дом, какова цель? Я думаю, что это абсолютно надуманная версия. Условно говоря, ну, наступает 20 января. И что? Условно. Трамп становится президентом и в первый же день ему говорят, там в Курске, еще в Курской области клочок земли удерживается украинцами, поэтому это очень важный аргумент в наших переговорах. Это абсолютный бред. Вот, по-моему, что касается ситуации военной, с которой мне приходилось общаться еще в конце лета, в начале осени, они мне говорили сразу, большая проблема у нас это наступление холодов. Если наступит холода, то, соответственно, у нас возникает вопрос именно с нашими укреплениями, с нашими позициями, потому что реально нам будет достаточно сложно тогда в этой ситуации. Поэтому в России тоже это понимают, чудесно. В России попросту решили брать измором, потихоньку-потихоньку выдавливать украинские войска из Курской области, что мы сегодня наблюдаем. Вот, постоянно, постоянно, там территория, которая контролируется украинскими войсками, сужается, уменьшается, и нет таких больших битв, нет серьезного наступления лобовых атак, а есть постепенное отрезание территорий, которые контролировались украинскими войсками. Очевидно, что главные силы сосредоточены на том, чтобы отстоять захваченную суджу, потому что все остальные населенные пункты, которые там были взяты, там хвастались, что там чуть ли не 80 населенных пунктов было, большинство из них это хутора, на которых проживало по несколько человек или несколько десятков человек, поэтому, так, территория, скажем, не особо, это не особо густонаселенная территория, не особо большой, небольшая территория. Россияне бьют по тылам, как раз пытаясь сделать все, чтобы не допустить поставки новой техники, амуниции, а также новой свежей живой силы. И действительно пытаются сделать все, чтобы распространялись определенные панические настроения в среде украинских военнослужащих. Насколько это удастся или не удастся, непонятно. Но реально говорить о том, что удерживать Курскую область необходимо ровно до инаугурации Трампа, мне кажется, что это немножко смешно. Ну и в контексте сегодняшней министерской, встречи в НАТО, агентство Reuters нам сообщает о том, что НАТО вряд ли прислушивается к призову Украинного приглашения вступить в Альянс. По данным издания, нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО. Это разбивает надежды Киева на политический подъем. Потребуется недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра. Я был бы очень удивлен. Сказал накануне высокопоставленный дипломат Северно-Атлантического Альянса и, в свою очередь, Financial Times. И пишет о том, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе сейчас второстепенный. Сейчас самое главное убедиться, что всякий раз, когда Зеленский решит вступить в мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один. Это такие уже даже не намеки, что мы просто подталкивают или толкают. Пора уже вступать в переговоры. Пора договариваться. Да, и Столтенберг уже заявил о том, что необходимо переходить к переговорам. Опять же, до тех пор, пока ТОН задают ястребы, Франция и Великобритания, до тех пор, пока у нас ТОН задает партия войны в нашей политике, до тех пор никаких переговоров очевидно не будет. Кост Петрович, давайте по поводу нашей внутренней политики мы поговорим, что у нас происходит в экономике, в социальной сфере, вообще какие внутренние политические разборки, какие вы сейчас тенденции наблюдаете. Все говорят о тысяче, которые раздают, о так называемой Вовиной тысяче, и о том, насколько это ударит по бюджету или же насколько это вообще целесообразно. Все говорят о повышении налогов. Всех волнует дальше зверство представителей ТЦК. И так далее, и так далее, и так далее. Но, по большому счету, по большому счету, как высказался один из моих коллег-политологов в частном разговоре, говорит, все-таки напоминает какую-то агонию. Вот, извините, я очень не хотел бы, чтобы это была действительно агония, но, понимаете, как-то уж все выглядит слишком несистемно, как-то все уж выглядит слишком аллергически, вот, и поэтому и создается определенное впечатление. По поводу тысяч от президента Зеленского, вот, паблики цитируют Ольгу Васильевскую-Смоглюк, которая говорит о том, что тысяча Зеленского – это попытка выявить мужчин, которые уклоняются от мобилизации. И также отметила, что это применяется и для проведения переписи населения. Ну, смотрите, не каждый человек захочет получить тысячу. Вот, далеко не каждый. Я более чем уверен, вот, знаете, на вскидку, даже на вскидку, я думаю, что не более 40%, 30-40% граждан получат эту тысячу. Вот. Ну, многие понимают, что тысяча – это небольшие деньги. Многие знают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И многие действительно побоятся каким-то образом обозначить себя вот в этой ситуации. Мне уже говорили несколько человек, ты просто не понимаешь. Есть огромное количество людей, для которых это тысяча, это является фактическим спасением в нынешней ситуации. Да, есть такие люди, да. Но пусть Министерство социальной политики скажет, сколько реально таких людей, которые находятся сегодня за чертой бедности, и которые действительно рады будут этой тысяче. Очень многие, вот я просто уверен, они попросту проигнорируют это предложение. Костя Петрович, и как вы оцениваете происходящее событие? Давайте начнем с Грузии, потому что когда смотришь вот картинки, видео того, что происходит в Тбилиси, ты сразу думаешь, подождите, может это кадр хроники, может это не Тбилиси, может это Киев. Я как человек, который постоянно, на протяжении длительного времени, на протяжении последних десятилетий, постоянно говорю о том, что ни одна революция не принесла счастья ни одному народу. Я на стороне правительства Грузии, я всячески аплодирую тому, когда разгоняют эти акции, и я понимаю, что делается ровно то, чего не сделал Янукович в 2013 году. Именно поэтому я очень надеюсь, что эти акции будут все-таки подавлены. А если, говоря об этих протестных акциях, об этих протестах, верх все же возьмет оппозиция, тогда что? Кабахидзе уже сказал, что народ Грузии мудрый народ. Я очень не хочу, чтобы народ Грузии расписался в том, что он не мудрый народ. Как это сделал в свое время украинский народ? Кто мог раньше подумать, что народ Грузии будут пугать украинскими сценариями, украинским Майданом? Украинский Майдан – образцовое пугало и образцовая прививка для цветных революций во всем мире. Кстати, вы заметили, что после украинского Майдана ни одна цветная революция не добилась своей цели. Сколько было попыток в Гонконге, в Белоруссии, в Венесуэле? Теперь в Грузии. Ни одна из них не достигла своей цели. Про Шарпу новую методичку написать? Шарп умер, но дело его живо. Дело в том, что украинский Майдан уже показал, что цветные революции не действуют. До 18 января был действительно протест по методичкам Шарпа. А 18 января, когда стало понятно, что это уже не действует, тогда уже взялись за коктейли Молотова, тогда уже взялись за оружие и так далее. И уже мирный процесс перерез в государственный переворот с использованием оружия. Хорошо, а по поводу Сирии? Вот мы уже забыли и про Сиры, и про Алиапа. И тут как-то внезапно из-за искры вновь возгорелось пламя. Да, так что действительно, это Хаят Тахрир Ашшам, это группировка, которая является одним из ответвлений уже давно забытой Аль-Каиды, которая уже в свое время прекращалась в свое существование, но это Хаят Тахрир Ашшам, и сейчас снова возобновилась. Вопрос, кто стоит за этим, он не покидает многих аналитиков, экспертов. У меня есть несколько знакомых специалистов по Востоку, по Ближнему Востоку, по Арабскому миру, по прочим направлениям. И, соответственно, они теряются пока что в догадках. Кто-то придерживается той версии, что это американская игра или американо-израильская игра. Кто-то говорит о том, что это турецкая авантюра. Кто-то говорит о том, что это все инспирировано британской разведкой и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Алеппо потерян, второй повреждений, город Сирии. И война, похоже, разгорается с новой силой. Что же стоит за именно Хаятных Верошам? Кто стоит? Кто подпитывает это? И для чего? Я думаю, мы узнаем в самом ближайшем времени. Пока что существует только несколько гипотез, не более.